Уважаемые товарищи, вот хотелось бы сразу еще добавить про Коммунистическую партию Российской Федерации. Вот они постоянно сидят за этим шахматным столом и играют черными. То есть им, они уже отталкиваются от навязанной им игры. От навязанной им игры. По идее, коммунисты могут и сами навязывать игру, поднимать массы. Но массы сейчас не особо верят ни коммунистам, ни красной идее, а именно Коммунистической партии Российской Федерации. Потому что вот представьте, допустим, картину, как Николай II награждает Ленина орденом за заслуги перед Отечеством. Такое представить себе невозможно, а в наше время это спокойно и спокойно происходит. К тому же вот тот же Геннадий Андреевич Зюканов, он же в свое время разделил Коммунистическую партию Советского Союза, которая должна была защищать Советский Союз, на две части, грубо говоря. Вместе со своим руководителем, не руководителем, ну, с группой соратников. Они разделили партию КПСС на две. КПРФ и КПСС. И то есть, когда пришла пора отстоять Советский Союз, КПРФ не вышла. Ему было выгодно. Да и вообще, там очень много темных мест, о которых я не хочу говорить. Потому что в КПРФ собраны одни из самых честных людей РФ. Я простым коммунистам верю. Верю. Знаю, что они хотят добра, но вижу, что творится в Государственной Думе. Вижу, пока они живут. Ни для кого не секрет, что Зюганов миллиардер. Ни для кого не секрет, что сына своего он тоже пристроил очень удачно. Сын-то у него, видимо, на своей шкуре прочувствовал всю тяжесть жизни простого народа. Как бы не бедствует. Да и, честно говоря, кто кроме Зюганова, еще раз повторяю, к самой коммунистической идее, к самой идее коммунизма у меня отношение, как у советского человека, только положительное. Но я прекрасно помню, как я еще маленький был, но я читаю с четырех лет, поэтому уже и газетки почитывал в то время, как разваливалась наша великая страна. И те, кто ходил с улыбками и ждали наступления счастливого будущего, сейчас плачут о том, что им подняли пенсионный возраст, например. Хотели джинсов, мороженого и пирожных, а теперь вот они будут на пенсию 84 года выходить. Ну ладно, это бог с ним. Они сами виноваты. Коммунисты. Коммунисты в Российской Федерации представлены не одной партией. Я не имею в виду тех спойлеров, которые выставляются на выборы. То и действительно проект. И как бы, как объяснить. Возможно, они тоже за разумное, доброе, вечное. Но это чисто проект тех, кто хочет править массами. Поэтому вот у Ленина про это хорошо написано. Про всеобщее избирательное право. Там он цитирует Энгельса. Энгельс это соратник Маркса. Кто не знает, то молодой. Ленин очень много про это написал. И поэтому у Зюганова такое отношение к Ленину, говорят, нехорошее. Потому что, ну, Сталин. Они везде Сталина. Заметили? Сталин. Сталин. Ленин у них так. У КПРФ. Ну, как бы, не котируется. Потому что, если почитать Ленина, то становится ясным, зачем вообще нужна КПРФ, буржуазная партия. Я еще раз повторяю, я не про простых коммунистов, которые искренне верят, искренне бьются, искренне борются. Но есть и те, кто не искренне борются. Тот же депутат Бондаренко. Просто уже, вот, ну, прям уже притча во языцах. Я не знаю, может, вы еще не заметили, но я очень давно на Ютубе понимаю, что делает этот Бондаренко. Это вот знаете, есть такие люди, они... А вы дослушайте до конца. Да, да. А потом будете ругаться. Правда всегда горькая, как говорят умные люди. Поэтому слушайте, слушайте. Правда горькая. Вот знаете, бывает там человек, ну, предположим, условного какого-то человека. На нем пять убийств, шесть угонов и двадцать краж. А находятся такие люди, которые начинают на него указывать пальцем. А он улицу не в положенном месте перешел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой мерзавец. Ой-ой-ой. Причем прекрасно зная, что на нем и убийства и кражи. В общем, не ведитесь на разводки вот этих вот всех записных патриотов, которые свой патриотизм превратили в денежную. в исправлении своих материальных потребностей. То есть верить-то оказывается никому толком и нельзя. Как говорил Борман, верить никому нельзя, мне можно. Правда. Продолжение следует...